Под восторженные крики детей и расспросы взрослых, обеды животных теперь не проходят. В последние недели зоопарк опустел. Посмотреть на забавную семью дикобразов и сотню других зверей в карантин никто не приходит. Есть и апрель, есть и май месяц. Именно эти два месяца были такие самые сборные, потому что праздники. И за эти месяцы, на эти праздники, что мы получали, мы могли уже начинать потихоньку делать запасы на зиму. Какие-то у нас прорехи или какие-то наши долги закрывать, которые остались в предыдущей зимы. Доход от продажи билетов исчез. Покупать корм стало не на что. Старых запасов хватит на пару недель. Порции еды пока остались прежними, но от дополнительных вкусностей, вроде фруктов или меда для медведей, пришлось отказаться. Ну это уже, конечно, мы не просим. Нам фрукты, это уже очень дорого. Уже мы, так скажем, на это сейчас даже не можем мечтать так. Нам сейчас самое главное необходимое – это овощи, зерновые, сено, мясо. Многих животных сюда привезли не просто, чтобы ими любовались. Зверей спасали от браконьеров и подбирали на улице выброшенных кыргызстанцами экзотических питомцев. У нас есть еще и рысь, тоже без глаза. Тоже была два года назад конфискована и потеряла глаз. У нее было воспаление глаза. Последний вот еще, вы, наверное, слышали, это лисенок Вук, которого конфисковали. У него был отрыв лапы и нам пришлось ампутировать. В начале года Джоа Барс стал одним из главных ньюсмейкеров страны. Барсу стреляли из ружья в голову. Несколько месяцев его выхаживали в столице, а в апреле хотели перевезти в просторный вольер в зоопарке. Сейчас из-за режима ЧП многие планы рухнули. Редкого хищника взяли под опеку бизнесмены, покупая для него мясо. У большинства обитателей зоопарка таких попечителей нет. Для них собирают по крохам простые люди. Многие, ну так скажем, последние отрывают, кто-то делится, сами говорят, нам тяжело тоже, но хотят все равно помочь. Я очень благодарна, я безмерно благодарна этим людям и со своей стороны обещаю, что все эти средства дойдут до животных. Извините, мне просто серьезно, я не думала, что так. Мы были вынуждены обратиться ко всем на широкие массы и не думала, что так вот откликнуть. Очень приятно. Зоозащитники очень рады любой поддержке. Перечислить пожертвования можно на расчетный счет фонда «Бугоини» или же на кошелек «Эльсо». Также в зоопарке ждут любые корма, овощи, крупы и даже стройматериалы для ремонта вольеров. Дарья Тимофеева, Тимур Тимаев. Настоящее время Азия. Кыргызстан.